добрый день уважаемые зрители рад приветствовать вас на канале совалмаш сегодня с вами как всегда александр сударев и сегодня мы поговорим о такой интересной метаморфозе как связь истории с настоящим и я думаю что многие из вас знают чем мы здесь заняты мы строили строили наконец построили проектно-конструкторское технологическое бюро составе которого есть ряд технологического оборудования с высокими мощностями но и естественно для того чтобы все это работало есть целый ряд инженерного оборудования которое также необходимо для того чтобы объект дышал охлаждался нагревался был с водоснабжением и так далее так далее так далее я уже молчу энергетических сетях так вот в ходе реализации нашего проекта происходили разные события существовали определенные сложности которые мы разрешали и на сегодняшний день вы видите вот сейчас за моей спиной шумозащитный экран который по требованиям скажем полномочных органов был нами воздвигнут за ним располагаются сухие градильник давайте пройдем внутрь и посмотрим что же там происходит здесь вы можете наблюдать целых четыре установки эти четыре установки естественно все единомоментно не работают работают сейчас данный момент две задние установки и они запущены функционируют так как это задумано коммуникации из-под этих установок уходит под фундамент собственно которым они расположены и под землей соединяются с нашим объектом с нашим зданием сделано это было для того чтобы исключить всевозможные вибрации скажем так определенные загрязнения и шумовые и прочее отделить их от здания и сделать создать возможность работать с высокоточными обрабатывающими станками для того чтобы работать с высокоточным измерительным оборудованием и прочим 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 поэтому вот такой скажем проект у нас был реализован и сейчас он запущен здесь я теперь давайте переместимся обратно в здание и посмотрим как это работает сейчас скорее всего будет очень громкий звук я надеюсь что меня будет слышно но если вдруг звука не будет мы вам закадровый голос сверху скажем так предоставим ну давайте развернемся пойдем туда здесь мы с вами видим 4 компрессора естественно не все они единомоментно работают по причине того что часть из них является резервными и это как бы общая доступная практика нам необходимо сделать так чтобы производство не останавливалась чтобы она работала постоянно и естественно в случае возникновения каких-то неполадок ничто не должно нам помешать одно из проблем с которыми мы сталкивались я думаю что вы прекрасно знаете было отсутствие двигателей так как мы вступили в новую эру развития человечества и были полностью нарушены логистические цепочки введены санкции и прочее то те насосы которые стояли по проекту а именно grunfus немецкие они стали нам более недоступны хотя мы и успели огромное количество оборудования закупить до наступления этих санкций но здесь у нас был некий пробел поэтому существовали разные способы решения этой проблемы мы выбрали для себя оптимальный и были установлены насосы другой фирмы они были налажены подключены и сейчас работают скажем так в этой общей цепи и на сегодняшний день можно сказать что кладоцентр полностью запущен он функционирует в штатном режиме но естественно необходимо произвести наладку тонкую настройку для того чтобы обеспечить необходимые температурные режимы уже по отдельно взятым помещениям цехам и так далее поэтому с этим я вас могу поздравить однозначно спасибо всем тем кто участвовал переживал доверял и наконец все это дело могли реализовать за нами вы можете посмотреть как выглядит шкаф управления до . автоматизация конструкция достаточно несложная в принципе пару проводов несколько десятков кнопок и огромное количество времени потраченное конструкторами для того чтобы все эти системы создать придумать и внедрить в жизнь предприятий естественно все это сейчас повторюсь налаживается теперь давайте перейдем в следующий цех здесь напомню что происходит здесь идет скажем обмен хладоносителя дайте ленгликоль дальше все это транспортируется по системе трубы снабжения уже по зданию все что нужно было охлаждено и так далее и все это дальше представляет собой хладо центр то есть все это то что на улице то что здесь относится к одному из к одному и тому же да то есть задача основная охладить здание поэтому вот эти сложные конструкции коллекторы все эти они не стандартных размеров они варились по месту красились обвязывались теплоизолировались и так далее здесь вы видите насосы фирмы грюнкус как раз вот два насоса нам удалось найти в обход санкций но остальные опять же это уже насосы другой фирмы другой компании тем не менее они были внедрены в общую сеть и сейчас все это повторюсь функционирует и еще раз поздравляю с тем что исторический факт перешел в текущее событие которое уже свершилось и наконец-то при наличии огромного количества температуры за бортом мы с вами можем чувствовать себя комфортно и выполнять поставленные задачи зашли в литейку хотели записать для вас свежие информации еще в догонку да но трогать это руками не буду они пышут теплом радостью дело в том что не успели мы записать ребята уже закончили отливку это собственно отходы до тигель горячий заливки были все это делается для того чтобы обеспечить возможность создания прототипов двигателей авиационных и всех тех с которыми мы работаем то есть это мы к чему вам сейчас рассказываем то что процессы сейчас движутся по разным направлениям помимо пусконаладочных работ определенного даже инженерного получается оборудования продолжается работы по пусконаладки технологического оборудования которое к нам приходило продолжаются отладки программ и естественно разработки потому что все-таки основная задача нашего комплекса это разработка двигателей постановка их в производстве и сейчас мы как раз таки приходим к тому событию когда мы не просто должны сделать эскиз до или программное моделирование а сделать это в железе но сделать уже не прототип а промышленный вариант исполнения с просчитанной математикой экономика и всем тем что необходимо поэтому сейчас мы как раз таки приходим к тому что крупнокалиберное оборудование литейные установки вот здесь можно обратить внимание штампы они включаются в работу здесь сейчас была развернута система для хранения наших изделий на то есть все это очень качественно выглядит правда еще ни разу не пользовался и не понимаю почему она не работает не будем ломать это вы еще узнаем но обратите внимание что максимальная нагрузка на полку 1400 килограмм то есть все наши изготовленные изделия заготовки двигатели они могут уже размещаться подобных систем охранения и ждать своего звездного часа но опять же без этого без наличия подобных систем мы не сможем работать над теми задачами о которых говорилось ранее потому что все эти станки все эти транспортные линии системы хранения и даже инженерное оборудование которое необходимо для того чтобы все это возможно было включить и запустить работают в едином системе в едином механизме вот даже сейчас у нас оператор стал единым механизмом вот с этой тележкой решил ее поднуть но она далеко не уехала потому что что 1000 килограмм она держит и это тоже необходимо для того чтобы перемещать изделия которые мы получаем виде уже но в данном случае до ротора заготовки под ротор до статора двигателя это все имеет определенный тяжелый вес все это складируется в тележках и перемещается уже на места хранения поэтому витиева то сразу обо всем вроде бы и ни о чем но мы же говорим о истории в этот раз и сейчас мы историю нашу идею нашу задачу начинаем сравнивать с фактом реализации я думаю что здесь комментарии уже не нужны мы видим что факт состоялся но теперь давайте поговорим о продукте но пока мы двигаемся по пути нашего следования уже видно что коридор начинает заполняться станками то есть этот проход ранее был свободен и мы всегда думали что столько много места на заводе который проектно-конструкторское технологическое бюро ну слишком много потолки слишком высокие вот прям очень всего ненужного здесь много да и труп много и площадей много но уже даже в проходах устанавливается технологическое оборудование это говорит о том что мы подходим к финальной точке нашего плана ну а здесь мы с вами видим как раз таки уже версию в промышленном исполнении практически да то есть это пакет который был создан на штампе естественно же есть крыльчатка обвязка двигатель залачен вариант исполнения с подшипниковым щитом естественно что эти детали были изготовлены также нами и покрыты с помощью гальваники до определенным покрытием которое позволяет нам добиться вот такого вот результата и создавая вот эти производственные линии создавая систему который нам позволяет осуществлять путь от идеи до конечного продукта мы как раз таки и реализуем полную идею полную задачу того и чего все это дело создавалось разработка и постановка в производство двигателей но благодаря тому что у нас есть разные мощности мы можем изготавливать абсолютно разные изделия как в качестве прототипирования так и в качестве серийных изделий потому что одна из наших основных задач это создание производственных линий производственные линии составе которых будет оборудование как покупное так и узкоспециализированное оборудование собственной разработки для сборки двигателей но тем не менее для того чтобы все это стало возможным мы должны это посчитать изготовить протестировать испытать и собственно сделать уже формате который пойдет в партию но и обратите внимание да что здесь абсолютно разные двигатели у них разное исполнение потому что мы стремимся не только к созданию технологичного какого-то изделия но и в том числе к максимальному снижению себестоимости поэтому промежуточные версии двигателей выглядят по-разному для каждого этапа разработки мы используем то что нам необходимо ну и подытожить все это дело можно очень важным заявлением дело в том что руководство компании приняло волевое важное решение что после сдачи объекта государственной комиссии получения документа вводе в эксплуатацию мы начнем модернизацию предприятия которое позволит нам снизить себестоимость будущих изделий а именно мы начнем процедуру перехода от двигателей асинхронных с стандартными обмотками на двигатели с совмещенными обмотками которые разрабатываются создаются здесь же это позволит нам заменить подобные двигатели и на станках и на тех то есть и на технологическом оборудовании и на инженерном оборудовании в целом это позволит нам получить существенную экономию электроэнергии обеспечить оптимизацию расхода денежных средств тем самым опять же как уже сказал снизить себестоимость поэтому процесс это скажем так не быстрый естественно это будет делаться не в один день потому что есть некоторые гарантийные обязательства на части оборудования по мере его сроков истечения мы будем к этому приступать но есть особо критичные узлы которые соответственно нам позволят добиваться максимального эффекта поэтому поздравлять с этим событием я вас еще не буду так как рано но тем не менее в этом видео мы рассказали вам путь от истории к факту да к тому что происходит и часть наших я наверное не слукавлю если скажу что это определенного рода победа мы вам уже смогли продемонстрировать благодаря вашей поддержке вашему доверию помощи мы смогли прийти к тому что имеем сегодня поэтому спасибо вам огромное продолжаем двигаться в развитии нашего проекта до новых встреч